Здравствуйте друзья пчеловоды! Сегодня 25 июня, погода прекрасная, тепло, пчелки работают. Я решил сегодня пересадить одну семью из улья 10-рамочного, в улье 12-рамочной, потому что эта семья неплохо развивается. Нужно ее немножко расширить, подготовить, так сказать, к главному взятку. Давайте посмотрим, как я это буду делать и заодно расскажу историю этой пчелосемьи, потому что я уже за ней 3 года наблюдаю, да и в принципе и за всеми семьями я веду наблюдение, веду журнал, дневник пасечный и знаю о каждой семье ее историю. Здесь в процессе пересадки пчел из одного улья в другой, в принципе ничего сложного нет и можно было бы это видео не снимать, но поскольку эта семья с необычной историей, поэтому, ну необычная скорее всего для меня, для пчеловода, для вас это наверное все обыденно будет. Но тем не менее, раз уж я решил снять это видео, давайте я его сниму и тут все это сделаю. Для начала дымку им дадим, пускай пчелы думают, что случился пожар в улье, они наберут меда в свои зобики и уже не будут жалить. Хотя эта порода миролюбивая, это бакфаст или бакфаст, не знаю как правильно расставлять ударение, но тем не менее, все равно дымку немножко нужно им подкинуть сюда. Ну и что, и поехали. Вот одну рамку я уже переставил, здесь вот она была, здесь на ней мы видим закрытый расплод пчелиный, то есть это детский сад у пчел. Ну и дальше, так вот, стамеска, очень удобный инструмент, незаменимый при пчеловодных работах. Сразу разъединяем рамки, потому что они склеены по колюсам. Так, вот эта рамка тяжеленькая. Так, ну рамки темные, конечно, их уже надо заменить, обязательно будет, я заменю их скоро. В конце лета. Потому что на таких темных рамках уже нехорошо пчеловодством заниматься. Надо обновлять соты. Так, ну вот я давал им ващину, они уже ее отстроили, видим, хорошо отстроили. И здесь, и с этой стороны уже залили нектарчиком немножко, видите, тут поблескивает. Так, сейчас мы, может быть, даже обнаружим матку. Здесь хорошая матка, то есть эту маточку мне давал один пчеловод на тестирование. С тем условием, чтобы я сделал ему отчет какой-то. Я, конечно, ему уже позвонил. В принципе, вот уже прошло два, даже третий сезон этой матки. И уже можно сделать какие-то выводы. Что хочу сказать. От этой семьи я делал отводки. То есть брал рамочки отсюда с пчелами, с расплодом и искусственно ослаблял эту семью. Но, тем не менее, эта семья развивается. Вот видим здесь уже открытый расплод. Там был закрытый, а здесь вот... Сейчас посмотрим сначала, есть ли тут матка, чтобы нам ее не встряхнуть случайно. И, возможно, сейчас будет видно пчелиный расплод открытый, то есть личинки пчел. Здесь вот запасы пыльцы у них. Вот это вот все пыльца. Так, конечно, вам тут плохо видно. Надо, чтобы и солнце ложилось нормально. Вот, видно вот эта желтенькая пыльца. Семья миролюбивая. Видите, я даже без перчаток с этой семьей работаю. Они меня жалить не будут. Да, тут хорошо маточка тоже трудится. Поэтому, чтобы она не застаивалась, эта семья, конечно, она не будет роиться. Это Бакфаст, он вообще практически не роится. Но, тем не менее, чтобы она была в работе, я решил пересадить ее в больший улей, дать им еще две рамки дополнительных. Там было 10, а тут 12-рамочный. И пусть работают. Вот видите, как хорошо все. Идет расплод, открытый, закрытый. Кто пчеловоды должны все рассмотреть. Ну и здесь, здесь тоже у них, это тоже вот свежая рамка. Была тут вощинка. Все они тут прекрасно отстраивают. Вот то, что беленькое, это называется открытый расплод. То есть, личинки, они еще не закрыты крышечкой. То есть, более молодые личинки пчел. Там, где закрыта крышечкой, уже называется закрытый расплод. Через несколько дней уже выйдут отсюда пчелы. Молодые, молодые, трудолюбивые пчелки будут здесь. Ну и так вот, постепенно переношу одну рамочку за другой. Здесь вот они только-только отстроили вощинку. Но тоже скоро здесь все будет занято пчелиным расплодом. Потому что матка продуктивная, плодовитая, хорошо размножается. Откладывает яйца. Основная задача матки откладывать яйца. Все матки, все пчелы разные. Так же, как и человек, обладает разным характером, так и пчелы. Есть пчелосемьи слабые, есть пчелосемьи сильные. И вот видите, эта семья, несмотря на то, что я ее ослаблял, брал вот такие вот рамочки с расплодом, с закрытым. Хотя, конечно, есть какие-то пропуски. Вот тут вот матка не засеяла. Это вот кормовая называется рамочка. Здесь видим нектар, мед. Ну и немножко тут пыльцы, перги для выкармливания деток. А, ну вот и маточка. Вот матка. Синяя метка на ней. Значит, это у нас 2020 год. В 2021 году была белая метка, сейчас желтая. В 2020 году синяя меточка. Видим тут какой-то номер на ней. 71. Вот прекрасно матка эта. Уже получается третий сезон. Живет тут, не думает роиться, откладывает яйца. Семья пчелиная размножается. Очень доволен я этой маточкой, этой пчелосемьей. Потому что она не роится, приносит мед. Видим тут вот все залито нектарчиком. Прекрасно. Прекрасно себя показала. От нее тоже я делаю, вывожу маток. Конечно, мои матки не будут иметь все вот эти генетические характеристики, как эта матка. Потому что уже... Потому что они уже будут спариваться неизвестно с какими трутнями. Ну вот, примерно так получилось. 10 рамок. Сейчас добавлю сюда еще две рамки, чтобы полностью улей был занят. Все. Так, ну этих пчел сейчас я стряхнул. Я убедился, что матка уже здесь, в этом новом улье. Очень приятно работать с пчелами, которые миролюбивые, которые не жалят, не бросаются на тебя. Очень я рад этому. Когда остается пустое пространство в улье, пчелы его обязательно будут застраивать сотами. Поэтому сюда еще нужно дополнительно перегородочку поставить. Вот тут остались кое-какие пчелы на стенках. Сейчас мы их стряхнем сюда. Вот так вот ставим. Вот так вот поставим и тряхнем. Птицы поют, развлекают нас. Все. Вот я так поставил сюда корпус от этого уля. Сейчас остается тряхнуть и вся пчела осыпется вниз. Все, видите, пустой корпус остается. Вот еще на днище пчелы и тоже точно так же стряхиваем улей, новый для них улей. Ну и все, в общем-то, на этом переселение в новую квартиру закончено. То есть важно, что улей вот этот стоял 10-рамочный вот на этом месте. Это я его сюда временно поставил, чтобы пересадить. И вот этот деревянный, уже новый для них улей. И ровно вот на этом месте, прямо ни миллиметра, ни шага в сторону. И все, пчелы теперь уже не ошибутся. Будут прилетать сюда, в новый для них дом. Ну и напоследок дам общий план. Посмотрим, как выглядит пасека сейчас. Все, на этом пока. Впереди главный взяток. Июль, главный медосбор. Надеюсь, степь зацветет. Пчелки хорошо поработают. Ну что, всем пока. Удачных медосборов всем пчеловодам.